Дело торгового дома «Юбилейный», которое много лет было символом рейдерства, в Бурятии развалилось в суде, пишет номер один. Он описывает предысторию конфликта, который связывают с бизнес-планом иркутского предпринимателя Дмитриева. В результате закрытия «Юбилейного», по оценке Республиканского профсоюза работников, в торговле около 300 человек в одночасье лишились рабочих мест. Арендаторы понесли убытки, бюджет недосчитался многих миллионов. К слову, фигурант дела о «Юбилейном» сейчас возглавляет Улан-Уденскую судостроительную компанию, процесс о банкротстве которой начнется в арбитражном суде Бурятии в феврале. Сбербанк оказался должен предпринимателю из Бурятии полмиллиона рублей. Это знаковое решение принял арбитражный суд. Бизнесмен сначала занял, а потом досрочно выплатил крупную сумму – 45 миллионов. И строго по договору заплатил за досрочное погашение и различные комиссии – за открытие кредитной линии, обслуживание кредита и так далее. Затем предприниматель успешно отсудил часть этих денег у банка. «Пятница Плюс» пытается разобраться в причинах, почему молоко на прилавках резко подорожало. Особенно это волнует в преддверии «Белого месяца». Мало того, ухудшилось и качество молока. Фермеры Кабанского района подробно рассказали о своей точке зрения и первой причиной называют вступление в ВТО. «Все дело в том, что после вступления в ВТО нам обрезали субсидирование. С 2008-го еще хоть что-то субсидировалось. Не полностью, но хотя бы какие-то текущие нужды. Нам предлагают помощь на закупу ГСМ, но она часто недостаточна». Себестоимость молока до 30 рублей, а закупается оно у сельчан в два раза дешевле. Кроме того, чтобы попасть на магазинную полку, нужно вложить немало денег. К молоку примешивают добавки, чтобы оно могло храниться больше трех дней. Снижается и жирность молока из-за дорогих кормов и нехватки витаминов в рационе у частного скота. Сельчане ждут поддержки от государства, замечает «Пятница». Жители поселка Гусиное озеро в массовом порядке отказываются от новых квартир, и сельчан насильно принуждают покинуть родное жилье и переселиться в холодные новостройки, построенные с многочисленными нарушениями строительных правил и норм, сообщает газета. Номер один погрузился в тему и рассказывает, какими юридическими казусами сопровождалась смена хозяина здания кинотеатра «Октябрь». Как кинотеатр он не выдержал конкуренции еще в 2012 году, и теперь, как считает газета, на этом месте вырастет гостиница. На месте аккуратного особнячка в постельных тонах вырастет 12-этажная мегагостиница из черного стекла и бетона. Она будет венчать самую высокую точку центра Улан-Удэ. По замыслу архитекторов, видно ее будет даже с площади Совета. Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих еженедельниках. Дарья Белоусова, Алексей Юнагаев, Алексей Щербаков. Новости дня.